Поступают многочисленные вопросы от клиентов открытия брокер. Часть вопросов касается о том, что перестало работать приложение мобильное открытие брокер. И вторая часть вопросов о том, что они не могут подключиться к новому терминалу Квик от инвестиционной палаты. Сейчас я постараюсь ответить на эти вопросы. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вы все знаете, что открытие попало под санкции. Самый первый банк, который попал под санкции, это открытие ВТБ, ПСБ, Совкомбанк, Новикомбанк. Насколько я помню, может быть что-то еще. И в результате этого возникли сложности с работой. И в результате было принято решение иностранные ценные бумаги передать другому брокеру, в частности инвестиционной палате. Это первое. И второе. Значит, в результате продолжения этих санкций из магазина Google Play и что-то там айфоновское решили удалить эти приложения и, короче говоря, не обновлять их. И получается следующим образом. Смотрите, по поводу приложения. Приложение открытие брокер начало, ну как бы, обновлять. И старое приложение еще работало. Но после того, как они вынесли изменения, то есть новую версию сделали, приложение, они ее не смогли загрузить на Google Play. И, соответственно, на Google Play лежит старая версия. Всем клиентам открытие брокер была разослана информация на почту о том, что, уважаемые клиенты, пожалуйста, обновите приложение. И приложение надо обновить не на Google Play, потому что там старая версия, все, там перестали работать. Ну, кроме того, перестали работать сейчас с другими банками, это все продолжается. Откуда надо скачать это приложение? Ну, скачивать надо не из Google Play, а вот в чем дело. Скачивать надо из личного кабинета открытия брокер, соответствующую версию. Ну, в частности, для Android есть, для iOS еще не разработали. Либо, значит, с Яндекс.Диска я вот скидывал всю эту информацию, я оперативно скидываю в свой телеграм-канал, инвестор Демитков. Сейчас вы его видите, вот прямо сейчас. И, соответственно, ну, пройдите туда, посмотрите, там вся информация есть, со ссылками, со всем. Поэтому я просто взял, зашел туда, скачал это с телефона. Просто у меня Android, поэтому я установил это приложение, АПК, значит, там скачал откуда надо, установил, все работает. Теперь по поводу квика. Смотрите, все иностранные ценные бумаги были переведены в инвестиционную палату. Всем об этом было разослано сообщение. И о том, что переводится в инвестиционную палату. Сейчас люди пытаются установить квик новый, потому что было сказано, что будет, ну, необходимо установить новый квик. Почему новый квик? Потому что в новом квике уже зашиты, значит, адреса серверов, которые будут обеспечивать связь с вашим счетом уже в инвестиционной палате, а не в открытии. И этот процесс идет достаточно продолжительное время. Поэтому, значит, люди говорят, я ничего не нашел или там не нашла в своей почте. В своей почте вы могли найти только письмо от открытия брокер. А если вы ищете открытие брокер, а дальше, посмотрите, вот сейчас вы видите ряд писем от инвестиционной палаты. Посмотрите, вот, информация, первое письмо от 22 марта. Информация о переводе иностранных ценных бумаг в инвестиционную палату. Переводится. Дальше. Добро пожаловать в инвестиционную палату. То есть, заключен договор. Инвестиционные палаты извещают меня, что были заключены брокерские депозитарные договоры и так далее. Значит, дальше. Уведомление о заключенных договорах или договорах. Вот оно, приложение. Есть PDF. Уведомление о заключенных договорах. Уведомление о заключенных договорах. Дальше. Это все инвестиционная палата мне присылает. Теперь дальше. Отчет брокера. Это уже новый счет. Уже идут отчеты. Пошли. Дальше. Отчет брокера. Теперь дальше. Смотрите. Знакомство с терминалом КВИК. Это от 4 апреля. 4 апреля пришло письмо. Знакомство с терминалом КВИК и приглашение на вебинар. И 5 апреля, видите, да? Мне приходит письмо. Письмо. Вы можете воспользоваться любым из описанных способов и установить терминал КВИК. Сейчас смотрите внимательно. Я захожу в это письмо. Вот оно. Здесь от инвестиционной палаты. Доступ к торговой системе КВИК. Если вы хотите установить КВИК и увидеть свои иностранные ценные бумаги в КВИКе, то вы должны только из этого письма. Исключительно. При любом способе вам понадобится адрес сервера, логин и временный пароль для КВИК. Вот они здесь находятся. Адрес сервера вот он. Либо этот, либо для мобильной версии вот он. Это адрес сервера. Дальше. В зависимости от того, что вы хотите установить. Вы скачиваете, скачаете приложение для Android или iOS. Запустите приложение, введите адрес сервера, логин, временный пароль. Это для мобильного терминала КВИК. При необходимости инструкции. Здесь. Теперь дальше. Веб-версия КВИК. По ссылке здесь. Я устанавливал стационарный КВИК для Windows. Скачайте приложение отсюда. Вот отсюда. Смотрите. Вот сюда я нажимаю. И вот здесь смотрите. Вот сейчас. Снизу вы видите инвест-палаты. И там длиннющий-длиннющий адрес. Я перехожу по этой ссылке вот сюда. Смотрите. Сейчас я нахожусь в опере. И переход не происходит. Потому что у меня браузер опера. Она пишет, что слишком длинный адрес. Она его сократила. И, значит, короче говоря, отрезала. И по этому отрезанному адресу она не переходит. Поэтому что я делаю? Я беру вот это письмо. Открываю вот здесь. Интернет-эксплорер. В другом браузере. Вот. Это же письмо. В другом браузере. Я открываю. Стационарный. Вот отсюда. Смотрите. Хопля. Здесь уже переход. Вот он. Он загружен уже. То есть я сюда перешел и загрузил его. И загрузил здесь же. Вместе с ним. Загружается, во-первых, квик. Новая версия. Во-вторых, во-вторых, файл пас.зип. Что это такое? Смотрите. Квик пишет. Не может быть безопасно загружен. Что мы делаем? То есть это система безопасности срабатывает. Что мы делаем? Мы берем и говорим, что сообщить о том, что этот файл небезопасный, сохранить. Этот файл не может быть загружен безопасно. Все равно сохранить. Потому что он не из приложения загружается. И значит здесь ругается. Неизвестный источник. Источник известный. Это инвестиционная палата. Я под свою ответственность беру. Говорю, все равно загрузить. Он загружается в зипе. Все. Дальше я его распаковываю. Устанавливаю. Там есть инструкция. Кроме того, я открываю вот этот вот файл. Вот он. Открываю. Здесь он очень короткий. Размер 8 килобайт. Вот. Пас.txt. Это зашифрованная. Зашифрованная. Зашифрованный пароль для входа в этот файл. Файл. Зашифрованный. То есть файл в виде архива. Архив зашифрованный. Нигде вы не генерируете пароль, как мы устанавливали его в квике для открытия. Здесь не так. Здесь вот он пароль. Вот он вам пришел пароль. Вот вы его пытаетесь открыть. И она говорит, введите пароль. То есть вот этот пароль находится в скрытом файле zip, который в свою очередь тоже запаролен. Какой пароль сюда надо вводить? Тот пароль, который вы получили не на e-mail, а в сообщении SMS. Это сделано для того, чтобы никто не смог украсть ваши данные. Потому что у вас двухфакторная аутентификация. То есть вы вводите, вы получаете на свой e-mail, который вы регистрировали при открытии счета, вы получаете письмо с квиком. Квик, он совершенно открытая вещь на самом деле. Этот квик на самом деле от инвестиционной палаты, в него уже вшиты адреса серверов. Но это в общем, они у всех одинаковые. А вот номер счета, то есть логин и пароль вам приходит, лично вам, каждому из вас приходит на телефон, который вы также указали при регистрации. То есть никто другой, кроме вас, не может его открыть. Вы вводите очень-очень аккуратненько свой логин и пароль. Очень внимательно смотрите. У меня это не получилось. Вот я когда вводил пароль, у меня это не получилось. Почему у меня это не получилось? Потому что я невнимательно смотрел и перепутал. То есть у меня была цифра 0, а я ее в качестве буквы О внес. Все. О и 0 это разные символы, поэтому у меня не получилось. Потом я через несколько дней, значит, это самое, собрал волю в кулак, значит, там, вот, и увидел, что 0, он, буква О вот такая, а 0 вот такой. Соответственно, у меня получилось его открыть. Я вхожу дальше по инструкции, все четко по инструкции. Я вошел в КВИК. В КВИКе он говорит, что, первое, что он говорит, что поменяйте, введите свой пароль. Я ввожу свой пароль. Запоминаю его. И, собственно говоря, КВИК открывается. После того, как я открыл КВИК, у меня он открылся, все, доступ к моему счету есть, но на моем счете пусто. Это тоже нормально, потому что в одном из писем, которые мне пришли от инвестиционной палати, они говорят, что пока еще процесс вот этот перевода ценных бумаг из открытия в инвестиционную палату, он идет, но не завершен. И не пугайтесь, пожалуйста, если он еще не пришел, потому что в письмах вы видели, что есть отчеты о том, что зачислены ценные бумаги, но они еще не отражаются, потому что, ну, как бы, они там все проверяют и перепроверяют. Поверьте мне, там огромное количество клиентов у открытия, и все это надо перелопатить. Это очень сложная работа. Они работают день и ночь, но вот такая история. Поэтому, поэтому будьте очень внимательны, посмотрите, вот она, письма от инвестиционной палаты, именно, от инвестиционной палаты, и вы все это найдете. И дальше открываем возможность продажи иностранных бумаг, с каких счетов можно торговать и так далее. Вот у меня терминал инвестиционной палаты, вот и вы его сейчас видите, и вы видите, что вот сейчас я вижу, что у меня пока не работает, ну, пока не зачислены эти ценные бумаги. Ничего страшного не происходит, потому что в письме было написано следующее, что они есть, по крайней мере. Вот такая история. Вот где-то здесь было написано, что... Вот они, брокер-репорт, брокер-репорт. Вот они есть. То есть, отчет брокерский есть. Бумаги никуда не делись и не денутся. Не беспокойтесь, пожалуйста, все будет нормально. Я надеюсь, что это видео будет полезно многим, и поэтому я его снял. Сейчас лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитров Юрий.